СТРАДАЛЬЦЫ И потом со всеми отправилась к кузине Варя. Варин муж, вы знаете, бука и деспот. Я застрелила бы такого мужа. Но время мы провели там весело. В Апеюх я там участвовала в любительском спектакле. Шел скандал в благородном семействе. Хрусталев играл изумительно. Во время антракта я выпил холодной, ужасно холодной лимонной воды с немножечком коньяку. Лимонная вода с коньяком очень похожа на шампанское. Выпила и ничего не почувствовала. На другой день после спектакля ездила я в Вейхом с этим Адельфом Ивановичем. Было немножко сыра и меня продуло. Вероятно, я уже тогда простудилась. Дня через три я поехала к себе домой посмотреть, как живет мой милый, мой хороший Вася. И, кстати, взять шелковое платье, то самое, что цветочками. Вася, конечно, не застала дома. Пошла я в кухню сказать Просковье, чтобы она поставила самовар. Гляжу, а у нее на столе хорошенькие молоденькие репочки и морковочки, и точные игрушечки. Я съела одну морковочку, ну и репку. Очень немного съела. Но представьте, вдруг у меня начинается резь. Спасмы, спасмы, спасмы. Ах, умираю! Прибегает со службы Вася, натурально хватает себя за волосы и блетнеет. Бегут за доктором. Понимаете? Умираю и умираю. Спасмы начались в полдень. В третьем часу приезжал доктор, а в шесть Лизочка уснула и спала крепким сном до двух часов ночи. Бьет два часа. Свет маленькой ночной лампы скудно пробивается сквозь голубой абажур. Лизочка лежит в постели. Ее белый кружевной чепчик резко вырисовывается на темном фоне красной подушки. На ее бледном лице и круглых сдобных плечах лежат узорчатые тени от абажура. У ног сидит Василий Степанович, ее муж. Бедняга счастлив, что его жена наконец дома. И в то же время страшно набугана ее болезнью. — Ну, как ты себя чувствуешь, Лизочка? — спрашивает он шепотом, заметив, что она проснулась. — Мне лучше, — стонет Лизочка. — Спасмов уже не чувствую, но не спится. Не могу уснуть. — Не пора ли тебе, мой ангел, переменить компресс? Лизочка поднимается медленно со страдальческим выражением и грациозно склоняет голову набок. Василий Степанович священнодейственно, едва касаясь пальцами горячего тела, переменяет компресс. Лизочка пожимается, смеется от холодной воды, которая щекочет ее и опять ложится. — Ты, бедный, не спишь, — стонет она. — Могу ли я спать? — Это у меня нервная, Вася. Я очень нервная женщина. Доктор прописал мне против желудка, но я чувствую, что он не понял моей болезни. Тут нервы, а не желудок. Клянусь тебе, что это нервы. Одного только я боюсь. Как бы моя болезнь не приняла дурного оборота. — Нет, Лизочка, нет. Завтра же ты будешь старого. — Едва ли. За себя я не боюсь. Мне все равно. Даже я рада умереть. Но мне тебя жаль. Вдруг ты овдовеешь и останешься один. Васечка редко пользуется обществом жены и давно уже привык к одиночеству. Но слова Лизочки его тревожат. — Бог знает, что ты говоришь, мамочка. К чему эти мрачные мысли? — Что ж, поплачешь, погорюешь, а потом и привыкнешь. Даже женишься. Муж хватает себя за голову. — Ну, ну, не буду. Успокаивает его Лизочка. Только ты должен быть ко всему готов. — А вдруг и в самом деле умру? — думает она, закрывая глаза. И Лизочка рисует себе картину собственной смерти. Как вокруг ее смертного отра теснятся мать, муж, кузина Варя с мужем, родня, поклонники ее таланта. Как она шепчет последней «Прости». Все плачут. Потом, когда она уже мертва, ее, интересно, бледную черноволосую одевают в розовое платье, оно ей к лицу, и кладут в очень дорогой гроб на золотых ножках, полно цветов. Пахнет ладаном, трещат свечи. Муж не отходит от гроба, а поклонники таланта не отрывают от нее глаз. Как живая! Она и в гробу прекрасна! Весь город говорит о безвременно угасшей жизни. Но вот ее несут в церковь. Несут Иван Петрович, Адольф Иванович Варенмуж, Николай Семенович и тот черноглазый студент, который научил ее пить лимонную воду с коньяком. Жаль только, что не играет музыка. После панихиды, прощания, церковь, полная рыданиями, приносит крышку с кистями, и Лизочка навеки расстается с дневным светом. Слышно, как прибивают гвозди, стук, 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 Лизочка вздрагивает и открывает глаза. — Вася, ты здесь? — спрашивает она. — У меня такие мрачные мысли. Боже, неужели я так несчастна, что не усну? — Вася, пожалей меня, расскажи мне что-нибудь. — Что же тебе рассказать? — Что-нибудь, любовные, — говорит томно Лизочка. — Или расскажи что-нибудь из еврейского быта. Василий Степанович, готовый на все, лишь бы только его жена была весела и не говорила о смерти, зачесывает над ушами пейсы, делает смешную физиономию и подходит к Лизочке. — А вообще не надо ли нам цасы подсинять? — спрашивает он. — Хе-хе-хе, надо, надо, — хохочет Лизочка и подает ему со столько свои золотые часы. — Подсиняй. Вася берет часы, долго рассматривает механизм и, весь скручившись, говорит. — Нельзя их подсинять. Тут с задним колесом два жупцы нету. В этом и заключается все представление. Лизочка хохочет и хлопает в ладоши. — Хе-хе-хе-хе, отлично! — восклицает она. — Удивительно! Знаешь, Вася, ты ужасно глупо делаешь, что не участвуешь в любительских спектаклях. У тебя замечательный талант. Ты гораздо лучше Сосунова. У нас участвовал в «Я именинник-любитель» некий Сосунов. Первоклассный комический талант. Представь, нос толстый, как брюква, глаза зеленые, а ходит, как журавль. Мы все хохотали. Постой, я покажу тебе, как он ходит. Лизочка прыгает с кровати и начинает шагать по полу, уже без чепчика босая. — Мое почтение! — говорит она, базом подражая мужскому голосу. — Что хорошенького, что нового под луной. — Ха-ха-ха! — хохочет она. — Хо-хо-хо! — вторит Вася. И оба супруга хохоча, забыв про болезнь, гоняются друг за другом по спальне, бегать не окончается тем, что Вася ловит жену за сорочку и шаг насыпает ее поцелуемо. После одного особенно страстного объятия, Лизочка вдруг вспоминает, что она серьезно больна. — Какие глупости! — говорит она, делая серьезное лицо и укрываясь идеалом. — Вероятно, ты забыл, что я больна, умно, нечего сказать. — Извини! — конфузится муж. — Болезнь примет дурной оборот, вот ты и будешь виноват. — Недобрый, нехороший! Лизочка закрывает глаза и молчит. Прежде томность и страдальческое выражение возвращаются к ней, опять слышатся легкие стоны. Вася переменяет компресс и, довольный, что его жена дома, а не в бегах у тети, смиренно сидит у ее ног. Не спит он до самого утра. В десять часов приходит доктор. — Ну, как мы себя чувствуем? — спрашивает он, щупая пульс. — Спали? — Плохо, — отвечает за Лизочку муж. — Очень плохо. Доктор отходит к окну и засматривается на прохожего трубочиста. — Доктор, мне можно сегодня выпить кофе? — спрашивает Лизочка. — Можно. — А мне можно сегодня встать? — Оно, пожалуй, можно, но лучше полежите еще денек. — Настроена она дурно, — шепчет Вася ему на ухо. — Мысли мрачные, мировоззрение какое-то. Я страшно за нее беспокоюсь. Доктор садится за столик и, потеряв ладонью лоб, прописывает Лизочки бромистовый натрия. Потом раскланивается и, пообещав побывать еще вечером, уезжает. Вася не идет на службу, а все сидит у ног жены. В полдень съезжаются поклонники таланта. Они встревожены, испуганы. Привезли много цветов, французских книжек. Лизочка, одетая в белоснежный чепчик и легкую блузку, лежит в постели и смотрит загадочно, будто не верит в свое выздоровление. Поклонники таланта видят мужа, но охотно прощают ему его присутствие. Их и его соединило у этого ложа одно несчастье. В шесть часов вечера Лизочка засыпает и опять спит до двух часов ночи. Вася по-прежнему съедит у ее ног, борется с дремотой, переменяет компресс, изображает из еврейского быта, а утром после второй страдальческой ночи Лиза уже вертится перед зеркалом и надевает шляпку. «Куда же ты, мой друг?» – спрашивает Вася, глядя на нее умоляющий. «Как?» – удивляется Лизочка, делая испуганное лицо. «Разве ты не знаешь, что сегодня у Марьи Львовны репетиция?» Проводив ее, Вася от нечего делать, от скуки берет свой портфель и едет на службу. От бессонных ночей у него болит голова. Так болит, что левый глаз не слушается и закрывается сам собою. «Что это с вами, батюшка мой?» – спрашивает его начальник. «Что такое?» – Вася машет рукой и садится. «Эх, и не спрашивайте ваше сиятельство», – говорит он со вздохом. «Столько я выстрадал за эти два дня, столько выстрадал!» «Лиза больна!» «Господи!» – пугается начальник. «Лизавета Павловна! Что с ней?» Василий Степанович только разводит руками и поднимает глаза к потолку, как бы желая сказать «На то воля провидения!» «Ах, мой друг, я могу сочувствовать вам всей душой!» – вздыхает начальник, закатывая глаза. «Я, душа моя, потерял жену, понимаюсь. Это такая потеря, такая потеря! Это ужасно!» «Надеюсь, теперь Елизавета Павловна здорова? Какой доктор лечит? Фон Штерк?» «Ну, вы бы лучше к Магнесу обратились или к Сабодрицкому?» «На вас, однако, очень бледное лицо. Вы и сами больной человек. Это ужасно!» «Да, ваше сиятельство!» «Не спал. Столько выстрадал. Перешел. А приходил!» «Зачем же вы приходили?» «Не понимаю. Разве можно себя заставлять? Разве так можно делать себе больно?» «Ходите домой и сидите там, пока не выстрелите!» «Ходите! Я приказываю вам!» «Сердие хорошая особенность молодого чиновника, но не надо забывать!» «Как говорили римляне, «мен саны ин корпоресана» «Здоровый дух в здоровом теле», то есть здоровая голова в здоровом корпусе!» «Вася соглашается, кладет бумаги обратно в портфель и, простившись с начальником, едет домой спать». Антон Павлович Чехов. Страдальцы. Читал Джохангир Абдулаев. 21 июня 2022 год. Продолжение следует...